Привет всем! Мина Сан Коничева! Лана Дэц! Последние новости из Японии. У нас, похоже, начинается в этом году самый ранний сезон дождей за последние несколько десятков лет. А также нам продлили карантин до 31 мая. Поэтому я решила сегодня снять свое видео, сидя на своем балконе, вот в окружении такой зелени. Конечно, было бы сейчас замечательно очутиться где-нибудь на берегу океана. Все, хватит мечтать и я перехожу к своей сегодняшней теме. У каждого блогера, который проживает на территории Японии, есть такой видеоролик о культурном шоке в Японии. То есть, когда вы приезжаете первый раз в Японию, что вас здесь так шокировало или удивило. Но, до сегодняшнего выпуска я решила снять такой другой ролик. То есть, культурный шок наоборот. Уже живя долгое время в Японии, как раз наоборот, приезжая в Россию, то, что для меня было таким привычным и обыденным, теперь меня иногда вводит, ну, такой вот, как называют в Японии, его культурным шоком. Было так обычно и стало, ну, очень непривычно. Ну что, погнали! В детстве я очень любила такую лестницу чудесную, как я ее называла. Это лестница московская метро. Для меня это был такой мини-аттракцион, от которого я получала колоссальное удовольствие. И вот однажды, уже живя в Японии, меня не было в России, кажется, около двух лет. И я приехала в Москву и спустилась в московское метро. И вот здесь меня ждал мой первый сюрприз. Мне показалось, что московский эскалатор движется просто на нереально вешеной скорости. У меня было в руках еще большой чемпионат. И я, наверное, раза в третьего только смогла запрыгнуть на эту убегающую от меня лестницу, было ощущение такое, что я бегу за поездом и пытаюсь запрыгнуть в последний вагон. Не знаю, как я могла так быстро от этого отвыкнуть. У меня не было ощущения, когда я приехала в Японию, что эскалатор движется как-то медленно. Но вот побывав в России, и сейчас, каждый год, когда я приезжаю, меня это всегда вгоняет в очень большой страх. Вот так вот. То, что было обычным, стало до более непривычно. Переходим к моему второму. Было обычно, стало непривычно. И опять действие происходит все в том же московском метро. Но после того, как я с бешеной скоростью прокатилась на этом эскалаторе, конечно, я захотела в туалет. На этой станции, посмотрев по сторонам, я не увидела своих заветных значочков в направлении в туалет. Но думаю, да ладно, на следующей станции у меня будет пересадка, или я как раз там и найду туалет, это точно. Доезжаю до следующей станции, делаю пересадку, выхожу, и опять нету этих заветных значочков. И вот тут меня озарило. Я вспомнила то, что в московском метро никогда не было туалетов. Конечно, в аэропорту, на вокзалах всегда туалеты будут. Но вот в метро, запомните, те туристы, которые едут в Москву, туалет вы там не найдете. Я вспомнила свое первое удивление от Японии в плане туалетов. Здесь на каждом шагу есть туалеты. Даже, знаете, небольшая детская игровая площадка, как правило, я очень часто встречала в Токио, стоит буквально пара качелек, несколько деревьев, две лавочки, и стоит общественный туалет. Причем все это будет очень чисто, и, как правило, с туалетом. Еще одна вещь, от которой я очень сильно отвыкла, живя в Японии. Как я говорила, в тот день я приехала в Россию с очень большим чемоданом. И когда я начала подниматься по обычной лестнице, я его приподняла, и тут ко мне подошел парень, взял мой чемодан со словами «Давайте я вам помогу». Честно скажу, ужасом ему не было предела. Я думала, все, чемодан мой носит, но потом я так подумала, что он был настолько тяжелый, мой чемодан, что убежать он с ним все равно далеко не сможет. Честно, я испытала шок, когда он его взял, поднял, и просто мне его вернул со словами «хорошего дня», ну или что-то такое. И так это происходило, ну честно вам скажу, раза три, раза четыре. Живя в России, раньше для меня это было чем-то привычно, когда мужчины как бы помогают вам, могут поднести тяжелую сумку. Для России это норма, но живя в Японии, я честно сказать, от этого отвыкла просто напрочь. Для меня это уже немножечко как культурный шок, потому что я сразу думаю, что все, воруют мой чемодан. Здесь в Японии вы такого не встретите. И так вот, японские девушки, обязательно запишите в себе заметочки. Если вы приедете в Россию, и к вам подойдет мужчина, не бойтесь, не кричите слово «полиция», он просто искренне хочет вам, скорее всего, помочь. Но, конечно, мдительность все-таки нужно мдить. Потому что бывают такие случаи, когда и у вас стащат. Ну, как правило, конечно, не тяжелый чемодан, а вот сумочку шансы, конечно, тоже есть. Так что тоже не расслабляйтесь. На улице закончился дождик, и я решила пойти себе купить что-нибудь сладенькое такое к чаю. У меня есть такая особенность. Если в данный момент на улице не идет дождь, то я с собой не беру зонт. Вот не знаю, откуда она мне появилась, я всегда за это себя ругаю. Мне кажется, это привычка наживная с Япония. Не прошла я и пяти минут, как начался опять дождик. Я забежала вот под такое дерево, и стоя вот под этим деревом, я вспомнила еще про один свой культурный шок, когда я вернулась в Россию. В Японии, если начался дождик, и у вас нет зонта, или вы имеете такую привычку, как я, раз его с собой не брать, то вы можете забежать в любой комбини. Это такой, как бы, маленький продуктовый магазинчик. Они в Японии просто на каждом углу. И купить недорогой виниловый зонтик. В Россию я приехала и привезла с собой свою привычку не брать зонт. Я выглянула на улицу, дождя нет, и пошла гулять. Когда начался дождик, я забежала в первый попавшийся продуктовый небольшой магазинчик, в надежде как раз увидеть вот эти виниловые зонтики. Первый магазин, второй магазин, третий магазин. А зонтов-то таких нет. И тут меня осенило. Я вспомнила о том, что у нас зонты продаются больше как аксессуар. Их все и выбирают больше под одежду, какой нравится цвет. Это нужно идти в специальный или магазин, или должен быть специальный отдел. Вот так вот то, что было для меня раньше очень обычным, стало для меня очень непривычно. Спасибо большое, что посмотрели мое видео до конца. А какой у вас был культурный шок, когда вы побывали в других странах или вот как из моего личного опыта? Пишите в комментариях, мне будет очень интересно это почитать. Всем пока! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok